всем добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые трейдеры и инвесторы все зрители youtube канала компания маркетс на связи михаил ричард мы продолжаем наши трудный микрофон продолжаем торговать зарабатывать на валютном и фондовом рынке ну и сегодня у нас очередной обзор рынка и разбор сделок за текущую и за собственно на свет и на следующую неделю с какой у нас там уже с 18 до 22 мая 2020 года уже все-таки конец весны в киеве на самом деле сейчас даже чуть ли не снег ну на самом деле не совсем снег но уже доходило до 0 градусов достаточно такая интересная погода в мае но в то же время на рынках творится жара и рынок то взлетает то падает и есть на чем поторговать учитывая то что мы можем зарабатывать любую сторону поэтому поэтому есть начнем заработать так сегодня я думаю видео у нас будет не слишком длинным потому что основные новости которые у нас выходили за это время на самом-то деле особо не такие уж и важные это все то что мы и так знали первая новость это выступление глава фрс павел который сказал что экономика кранты и принципе мы будем заливать экономику деньгами держитесь все будет хорошо но 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 на самом-то деле но на самом деле в экономике все плохо но вы держите все будет хорошо ну то есть на самом-то деле это то что то что давным-давно уже все говорят то что все это знают учитывая что мы как бы и инвесторы и трейдеры мы прогнозируем на будущее то есть как смотрите вот тут чего кстати вот такой важный момент в чем разница между инвесторами трейдером трейдер смотрит сейчас вот что бы там наделать а и место думает так если я сейчас вложу что будет дальше вот этом большая разница и на рынке большинство крупного капитала это именно инвесторский капитал это не трейдерский капитал трейдеров меньшая часть и получается что рынок идет за инвесторами и инвесторы уже заложили вот эти падения провала экономики провал ввп в 2020 году который собственно и уже есть и будет уже заложен цене и инвестор уже понимаю что мы сейчас если не вкладываем то это заморозка идет денег на минимум 335 лет потому что 2020 год это будет годом падением и застоя в экономике а 2021 до строить а дальше уже будут годами в восстановление поэтому это нужно тоже понимать и на самом деле вот эти все негативные новости которые выходят они в принципе уже заложены в ожидании рынка и поэтому сильных провалов у нас как таковых нет понятное дело в добуду какие-то провалы но они быстренько выкупаются я покажу это все сейчас на графике следующая из новости это снова возобновляется торговая война китай сша самом деле есть такой маленький нюанс смотрите доля в ввп внешне торговых отношений с сша и китая составляет менее 13 процентов то есть вот эти 13 процентов это вся то есть все внешние экономические отношения между сша и китая а вообще по всему миру то есть между сша и всем миром между китаем и всем мир и то что они там между собой труд за пару миллиардов на самом-то деле в общем это это просто пару процентов которые не никак особо не повлияют на экономику и и принципе на заработки компании поэтому поэтому данная торговая на это не что иное как политическая борьба между двумя странами для того чтобы каждый показал насколько он значимый и это тоже плюс большой будет для трампа для его поле дальнейшей политической карьеры ну и собственно переизбрание и выборов которые мы ожидаем в октябре в октябре в ноябре 2020 года буквально этой 8 такс поэтому тоже найти но на эти новости уже особо рынок не реагирует и постепенно себе растет так и теперь приступаем к нашим картиночкам и к нашим графикам так это мы потом разберем смотрите первое что хотел показать это ввп год году китай рост на три процента это за первый квартал китай сша китай минус 6 8 еврозона минус 3 3 сегодня ваши данные по германии тут еще не обновились сейчас я покажу минус 2 и 2 то есть экономика снежа падает вот пойдет реальное падение ввп но но на самом деле это падение ввп все ожидали и особого как видите реакции как того как таковой и нет так дальше по фондовым индексом вот это фьючерс на s&p 500 тоже видим пошло восстановление до в этот момент в среду тогда было выступление павел рынок немного упал но как видим дальше идет тут же уже там вчера и сегодня уже идет восстановление я думаю что это восстановление продолжится и дальше еще увидим обновление максимумов и дальнейший рост к 3300 от 3500 до 4000 что касается nasdaq 100 тут та же самая картина дальнейшее обновление максимум и рост но это первая цель 10 тысяч это будет такая чисто психологическая отметка где будет какая-то остановка потом вполне верят на дальнейший рост и на пробой и далее вверх так то есть пока не это какие-то сильных оснований на то чтобы на то что упадут цены на акции пока тенденция идет вверх что касается непосредственно валюты по валюте сейчас ситуация нас особо не поменялось за эту неделю если так забраться то фактически за следующей неделе там с 18 до 5 нас картина остается такой же можете поставить на паузу и взять у данную валютную матрицу особо нас ничего не меняется поэтому сейчас будем искать разбираться что у нас сейчас по сделкам и какие есть и какие возможные вообще точки ухода то на данный момент у нас крите из всех всех прошлое дело что мы заходили все находится в около около нуля были просто были падения пока на балансе 8 3597 долларов то есть 333 600 даже бы доллара мы заработали за сколько там за пару недель дальше по аналии смотреть что что же сейчас можно поторговать вот например тоже евро доллар который я давно зашел и говорил что сейчас будет файл это может быть очень долгим и он уже полтора месяца продолжается посмотрим что будет дальше то есть пока тенденция по евро доллару в целом флэйт по макро но глобальная тенденция на рост поэтому если вы готовы в флэте посидеть и готовы еще делиться там случае можно заходить дальше фунт-доллар по фунту пока тенденция идет на снижение тоже сигналов не на покупку нет не на продажу сигналов нет поэтому я бы рекомендовал просто ждать так доллар франк та же самая картина ждем доллар-иена вот тут у нас была сделка шикарно пошла шикарно несколько дней она отработала пока тенденция будет во флэте и я жду дальнейшего роста по доллар-иене ну как минимум к нашему тайку далее новозеландский доллар японская иена тоже нас был шикарный рост потом откат сейчас мы будем во флэте но глобально тоже тогда нзд-иена у нас на покупку и по валютной матрице и в целом по технике поэтому пока ждем его дальше вверх да может быть какой-то широкий флэт но подождем новозеландский доллар сделки мы давно уже позакрывали поэтому сейчас тоже ждем весь декад пока не рекомендуем его вообще никуда заходить потому что я очень неоднозначная картина может быть как низ так и вверх вот когда вот такие сильные движения начинается потом флэнт и это все будет просто угадайка пойдет не пойдет австралийский доллар тоже пока сигналов нет вообще никаких сигналов сейчас будет флэн длинный поэтому тоже не рекомендую заходить а вот как тенденция на продажу сделка уже у нас тут есть цел один то есть пока тоже его рассматриваю в продажу с дальнейшей целью не менее чем обозначу то есть не менее чем вот на данные уровне то есть практически половина вот этого сильного движения вверх далее а у франк пока мы находимся во флэнте если будет пробой вешне уровне возраста него тогда можно будет заходить на продажу пока его нет аудио на тоже самое карте на эти вот этот верхний уровень если будет пробой его за за него тогда можно пробовать продавать иначе я не рекомендую заходить а вот нзд тенденция вверх я думаю что тенденция вверх еще будет продолжаться единственный случай если мы вернемся ниже у данного уровня 10749 в случае можно его будет пробовать продавать но сразу же произойти или сегодня или в понедельник так канада франк пока во флэнте у нас две сделки к видим здесь есть две сделочки висят тенденция больше вверх поэтому ждем ждем когда пойдет пока мы медленно и уверенно движется в одну сторону дальше кадена пока тоже во флэте тоже тенденция наверх поэтому ждем когда будет какое-то движение франк 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 иена ничего нет вообще не буду эту пару торговать по тренду она больше флэтовое движение так евро аут тенденция больше вниз пойдет если пробьют нижний уровень у нас это уровень 16570 в таком случае можно его будет рассматривать дальше на возврат на покупку иначе его не трогаем еврокат здесь вообще сигналов нет эти по выходил из сделок и пока ждем потому что потому что ничего нет евро франк тенденция больше в рост чем вниз три сделки нас уже есть поэтому ждем дальнейшего роста сигналы на покупку есть видите замедление пошло очень очень сильное но если глобально посмотреть видите ну так медленно и уверенно скатывается только только сейчас пошло хоть какое-то замедление поэтому пока тенденция больше вверх чем вниз ждем ждем сигналов евро фунт шикарно идет нашу сторону вот мы еще здесь заходили он рванул потом упал поторговался и дальше тенденция идет наверх поэтому им по евро фунту ждем дальнейшего роста сигнал был давно кто успел тут зашел пока уже ждем евро иена та же самая картина были у нас и доливки и сейчас мы торгуемся в этом диапазоне тенденция вверх ждем когда дойдет до тейка евро инцидент сигналов нет фунта вот тут у нас начинает по фунт ауду отрисовываться сигнал на покупку есть уже достаточно сильное падение и если мы вернемся за уровень 189-2 в таком случае можно его рассматривать на покупку так футка не трогаем фонд франк не трогаем фунт иена тоже ничего интересного фунт это тоже ничего интересного новозеландский доллар канаде здесь были сигналы на продажу но честно говоря мне мне особо нравится поэтому мы не заходили доллар рубль пока тоже ничего нет то версию мест болтается то есть как раз в том диапазоне который нами нужен поэтому ждем золото золото шикарно пошел в нашу сторону тенденция нас далее наверх я его жду как минимум к уровню 18000 это вообще минимальный минимум куда она дойдет сейчас обозначу так это минимум куда она дойдет вообще глобально вполне вероятно может даже дойти до 2000 bitcoin шикарно идет по нашему плану тенденция наверх и жду его где-то на десяти тысячах это будет первая такая цель где могла где возможно какой-то флэт по платине пока ничего нас так тенденция наверх с п500 тенденция тоже наверх все как мы с вами и проговаривали то есть можно их рассматривать далее вверх пока заходить не буду потому что и так уже еще достаточно сильно нагружен поэтому поэтому не хочу так ведь уже пока говорили с вами даже плюс вышли в x логично тенденция вниз то есть страх уменьшается ну и по нефти пока как видим растем и вполне вероятно пойдем дальше к уровню где-то в районе по юмес в этом нефть марки витиальта которая стоила минус минус 40 сейчас идем в плюс 40 это будет ее такая справедливая цена тоже самое называется нефти бренд тоже идем на как минимум на вот это перекрытие где поэтому цена к словам 45 долларов то есть где-то в этот диапазон точную цену не вам нет никогда никто не скажет поэтому примерный диапазон мы уже знаем то есть тенденция пока туда вот то есть на данный момент то вот такая вот ситуация есть из сигналов пока как таковых нас было там несколько три или четыре по ходу мы посмотрели уровне где можно зайти но пока вот именно в моменте чтобы прям зайти пока ничего к сожалению нет поэтому сидим те сделка которые уже были до этого времени собственно на этом у меня все все это сделала напоминаю что в описании ссылка на мой обучающий курс который мы сделаем вместе с той компанией а маркетс я тебе рекомендую на него записаться потому что сможете получить и торговую стратегию постепенно торговать и зарабатывать уже самостоятельно и получить профессию трейдера ну и увидимся с вами через неделю на этом канале а так то принципе я думаю вы меня в интернете смотрите поэтому я с вами не прощаюсь а вы зарабатываете делайте деньги задавайте максимально много вопросов я и все соберу и на следующие занятия будем занять на следующем эфире будем с вами на них всех отвечать собственно это мне все с вами был михаил ричин успехов побольше профитов и видимся скоро